Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на отечественном рынке, ну и на мировых финансовых площадках. Наверняка тоже об этом поговорим. У меня в гостях Александр Потавин, начальник аналитической службы IT Invest Prospect. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Олег. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы, прости, универ Капитал. Добрый вечер. Добрый. Как настроение? Супер. Все время супер. Я как тебя не увижу, у тебя все время супер настроение. Кудби бета. Настроение должно зависеть от внешних раздражителей. Оно зависит. Конечно, зависит. В общем, учитывая, что ты недавно был, я уже скажу слушателям, был на Непале, нет, в Непале, был в Непале, да. Я думаю, что ты уже умеешь абстрагироваться как раз внешних раздражителей. Ну, правда, уже давно, но тем не менее. И всегда супер. Ну, давно, значит, получилось. Тьфу-тьфу. Ну, дай бог. Уважаемые слушатели, я напомню вам, вы можете позвонить в студию по телефону прямого эфира 6510996, задать свой вопрос нашим уважаемым слушателям, слушателям, нашим уважаемым экспертам. Либо этот вопрос опубликовать на сайте finam.fm. Ну, что ж, я с вашего позволения, уважаемые друзья, посмотрю сейчас на рынок. Что же делается? Да, 1806 в Москве, американцы открылись и давайте беглый взгляд, беглый взгляд, беглый взгляд. 150-е внизу, в минусе. Нефть Брэнн, 104 с полтиной. Отскок какой-то, видимо, да, после вчерашнего. Золо 1578, тоже буквально там час назад какое-то резкое движение. Евро-доллар, они 22.50, тоже сегодня сходил в 22 фигуре. И сейчас наблюдается отскок. Основной набор голубых фишек разнонаправлено. В общем, я так понимаю, никакой идеи. Мы сегодня об идеях будем говорить, потому что и прогнозы. Я попрошу от вас озвучить некие прогнозы, уже ближе к финалу. Никакой идеи на отечественной площадке нет. А что владеет умами инвесторов на мировых рынках? Саш, что владеет их умами? Ну и твоим, я надеюсь, тоже. Хороший вопрос. Я думаю, что ничего особого сейчас не владеет. Сейчас лето, сезон пусков. Судя по тому, что мы... Ну я, так скажем, не знаю, что там немцы себе думают. Свои дочи, буэрсы. Я скажу про наши рынок акции, которые вот с начала недели уже практически вяло так вот колеблется в соответствии с внешним фоном. Там плюс полпроцента, минус полпроцента. Ну вот такая вот бодяга продолжается с начала недели. Ударных дней не было с начала недели. Это значит, игроки не стремятся перетряхивать портфель на текущих уровнях. Сколько такое затишье может продолжаться? Я думаю, что не очень долго. Думаю, что вполне возможно мы там ближе к концу недели, там четверг, пятница, разродимся на какое-то более сильное движение. Вот, сейчас идет консолидация. Ну вот примерно так. То есть я... Ну нету факторов, которые бы нас в качестве раздражителей пустили бы вверх или вниз. Я понял. Ну ты говорил о внешнем фоне, да? Он будет раздражителем, он будет драйвером. Ну, думаю, да. Потому что, ну вот смотри, сейчас ситуация такая, что нефть, ну достаточно комфортная. Ну что, 104, да. 104 по сравнению с 87, которое было там. Пару недель назад, конечно. Ну это уже лучше. Рубль стабильный. Пара евро-доллар тоже пытается за какие-то там поддержки зацепиться. Тоже вроде как неплохо. И 22, вот она притаптывает уже. Да. Ну и в целом европейские рынки акции тоже сегодня в плюсовой зоне торговались. Поэтому пока нет раздражителей, которые бы нас увели бы вниз с этих уровней. Ну, честно говоря, активного набора позиций я пока тоже не вижу, потому что впереди по индексу МОБ там маячит уровень очень сильный, 1450 пунктов. Все его видят. Все прекрасно понимают, что стоит его преодолеть. Вроде как ралли может начаться. Счастье вдруг вернется на наши рынки. Вот. И все так с опаской на него поглядывают. Он вверху остается. А оно внизу, так скажем, тоже какие-то уровни есть. И тоже проторговать надо. Но в целом, я думаю, что у лета здесь особо не ждать нечего. Я понял. Дима, смотри. Говорим о внешних факторах. Вот вчерашнее и сегодняшнее выступление господина Бернанки может быть таким фактором. Кстати, вчера, первый день его выступления, ну и традиционно, участники рынка ждут от него сигналы. Сигналы не получены, нервы начинаются. Сигналы не получены. Сигналы не получены. Да, инструкции не получены. Не было, да, никакого. На самом деле, я думаю, что вот эта ситуация, она характеризует и выступление Бернанки, и то, что сейчас идет сезон отчетности. Посмотрите, абсолютно реакции. Отчитывается компания хуже ожидания, акции растут. Отчитывается чуть лучше ожидания, акции припадают. То есть выявить, где фиксация новости, где были ложные ожидания, где негативные результаты считаются сигналом роста вероятности количественного смягчения. Все это, в общем-то, можно измусоливать очень долго. Но, по сути, вот та ситуация на рынках и у нас. У нас просто мы, так сказать, упали, да, сейчас мы стоим вот как-то. Немного сумели отрасти. В США даже неуместно говорить, что они упали. В общем-то, они уже давно отросли, собственно. По ходу года не падали ниже закрытия прошлого года. Вот все ждут чего-то, да. В принципе, одним из таких сигналов может стать окончание сезона отчетности. Потом придется куда-то двигаться. Выступление Бен Бернанки тоже, кстати говоря, трактовалось абсолютно по-разному. Потому что то, что сложно бороться с безработицей, ну, с одной стороны, понятно. С другой стороны, могут пытаться давать дополнительные стимулы. С третьей стороны, понятно, что он неспроста о конкретных стимулах умалчивает. Потому что вряд ли до выборов какие-то новые стимулы могут последовать. По крайней мере, в них вряд ли заинтересован кто-либо, в том числе Барк Кобам. Потому что, собственно, приходить на стимулах и на реформе здравоохранения и остаться с тем же самым перед выборами, это, в общем, наверное, конечно, камень в собственный огород и довольный увезь. Извини, пожалуйста, вот сейчас есть смысл говорить уже о том, что... Сегодня, по-моему, в СМИ было такое, что выборы на финишную прямую. Да, у них что-то там случилось. Или не случилось, я не знаю. Но, тем не менее, вот я где-то сегодня увидел. Ну, там постоянные скандалы всплывающие, кто где деньги хранит и так далее. Ну, бог с ними, да, со скандалами, это нормально. Не знаю, не знаю, сложно мне сказать, финиш это или не финиш. Думаю, что все-таки времени-то еще много, еще больше квартала, да, похоже. Шестое ноября я сегодня вычитал, это причем тоже забавно. Так, сегодня август, сентябрь. Первый вторник после первого какого-то полнолуния понедельника, да, каждого високосного года, что-то такое забавное. У них проходят выборы президента. Луна в рыбах, значит, кто победит. Ну, на самом деле, я думаю, что, наверное, еще на финиш не вышли. Финиш все-таки скорее это будет окончание третьего квартала, да. Может быть, даже окончание, там, сентября. Ну, соответственно, то есть, либо окончание лета, либо окончание третьего квартала. Тогда уже можно будет говорить о такой горячей фазе и на рынке, и в политической жизни, в том числе и в Штатах. Пока, я думаю, вот такая вот какая-то болтанка будет, ну, как минимум, наверное, до сезона, до окончания сезона отчетности. Дальше, не факт, дальше, может быть, будут разыгрывать какой-то новый негатив по Европе. Заведомо еще может сыграть позитивную роль инициативы дополнительные по смягчению в Китае, по стимулированию, да, причем здесь может быть, это опять же, прежде всего, скажется на сырье, потому что велика вероятность, что им придется делать упор именно на государственной поддержке, может быть, там, даже и по стимулированию производства, в том числе за счет государственного заказа. Все может быть. Это мы увидим, я думаю, в ближайшие, там, несколько недель. Вот основные факторы, которые могут сейчас нас куда-то двинуть. В принципе, мы видим, что периодически пытаются там по Европе ту итальянскую карту разыграть, да, там, то понижение рейтинга, никого это уже не интересует, немножко там поднимались на этом фоне, скажем, доходности по Италии, при этом даже Испания не была затронута, более того, там спред между ними начал сокращаться очень активно. На Россию вообще это не влияло, например, да, то есть там, суверенный спред только схлопывается последние недели, причем последние дни ускоренно. Может быть, отчасти это не связано с притоком капитала в те фонды, которые на Россию ориентированы, а это просто вещи, идущие параллельно, собственно, это одно и то же, да. Вот и все. Вот такой набор макроэкономических ожиданий. Хорошо, что касается Европы, давайте вкратце, потому что, действительно, тема тоже обмусорлена многократно. Сегодня в СМИ обнаружилась ссылка на заявление госпожи Меркель, что вот она, эту новую европейскую, да, как она называла, европейская программа, что ли, она вроде бы есть, но к ней идем мы тяжелыми шагами, да, тяжелыми движениями. Трудный путь к этой европейской программе, но тем не менее мы будем работать. Вот это вроде бы, вкраткосрочное, тоже повлияло как-то на сегодняшние движения на рынках. Но, Саш, как ты думаешь, вообще, в принципе, возможно договориться в рамках этой европейской программы? Ну, я так понимаю, главное, чтобы немцы пошли на какие-то уступки. У них в 2013 году уже тоже в Германии будут выборы, вот, поэтому я не думаю, что они там сильно как-то подвинутся, потому что, действительно... То есть они могут до 2013 года вот этому ссориться? Судя по балансу настроений, вот, не настроений, а судя по балансу денежных потоков, вот, среди банков периферии и центра Европы, вот, складывается впечатление, что почему Меркель такая упорная и не хочет брать на себя какие-то дополнительные обязательства вот в рамках рынка единых европейских облигаций, это как раз то, что не хотят немцы платить за всех. Разные темпы экономического роста, продвиженности труда, безработицы, уровни оплаты труда существуют в разных странах еврозоны, и консолидировать это все под общей крышей, ну, на мой взгляд, вот, немцы, сами избиратели, будут немножко недовольны. Ну, непонятно, а это возможно, в принципе, как ты думаешь? Консолидировать под общей крышей. Об этом же речь, да? Я прошу прощения, давайте поговорим об этом чуть позже, продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о ситуациях на финансовых рынках. Напоминаю, у меня в гостях сегодня Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспект, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы, все время я забываю название, инвестиционной группы «Универкапитал». Добрый вечер еще раз, коллеги. Добрый вечер. Кстати, я сейчас заглянул, сегодня замечательное событие, ну, насколько оно замечательное, я имею в виду, в разряде рядом стоящих, на этой неделе обзор, «Федрезерва», «Бежевую книгу» сегодня публикует, 22 по Москве. Может, там какие-нибудь неожиданности? Я не думаю. Естественно, что это общий взгляд на экономику, но, опять же, я думаю, что краткая выжимка была сказана об этом жена вчера, вот, часть была сказана вот сейчас, в течение последних 17 минут. И, собственно, ничего нового оттуда рынок не узнает. Ну что ж, давайте тогда, Саш, давайте вернемся к тому, на чем закончили первый блок, мы говорили о ситуации в Европе, ну, еще два слова буквально. О налоговой консолидации, да? Да, 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 и в частности о налоговой, да, фискальной консолидации. Да, ну, смотрите, какая ситуация. Просто было бы здорово, конечно, если бы они, там, скажем, все подошли под единый бюджет, единые ставки налогов, все такое, но, по сути своей, это все хорошо бы на бумаге, но каждая страна в этом случае теряет свой финансовый суверенитет. Вот, и мало того, и многие правительства, они не смогут просто взять и вот, что называется, ввести по собственному разумению это. Это нужно будет согласовывать и с парламентариями, в конце концов, даже выносить на всякие конституционные суды, референдумы, как там где-то еще в Ирландии, что ли. Вот, поэтому очень сложный механизм, на самом деле, и я думаю, что это все процесс такой долгоиграющий. Главное, сейчас для Европы что, выиграть время? Время пока что выигрывается. Рынок гособлигаций проблемных стран еврозоны стабилен достаточно. Да, они не... А доходности по облигациям Испании, она там в районе семерки, там чуть ниже семерки крутится по Италии, десятилетняя облигация в районе шестерки крутится, шестая доходность, очень высокая доходность, но, тем не менее, пока что нет явного ухудшения. Деньги у европейских банков есть, они их со счетов корсчета, с депозитов ЕЦБ перевели на собственные корсчета. Вот, денег достаточно много, но эти деньги пока что, по сути, лежат мертвым грузом и не работают, потому что, в принципе, это как вы в Китае, там есть потребность, вернее, есть возможность у китайских предпринимателей, у китайского бизнеса брать деньги. Но вопрос в том, что куда их вкладывать, если вы и так перепроизводству товаров, но с учетом того, что бюджетные расходы во всех странах сокращаются. Бюджетные расходы, они тянут с собой по цепочке, так скажем, все остальные потребительские расходы. Поэтому потребительский такой вот зажим, он выводит экономику как раз на рельсы того, что мы видим, вот там в Бразилии, по-моему, уже 8 кварталов подряд идет снижение ВВП. 8 кварталов подряд. Это очень серьезно. В Китае тоже. Но вот монетарная власть, они с задержкой там на... Снижение темпфорста, чтобы у нас правильно поняли. Да, снижение темпфорста, да. Вот, поэтому вот китайский власть, они с задержкой все-таки реагируют на ухудшение макроэкономических показателей. Все в стране было бы замечательно, они бы не стали понижать ставку два раза за месяц. Дим, продолжение ситуации в еврозоне. Мы говорили о Германии, ну и, по крайней мере, говорили о позиции Германии как о ключевой в решении проблемы. Еще раз озвучь, пожалуйста, в чем она? Ну, собственно, позиция Германии, я думаю, что, кстати говоря, там и сама Германия вряд ли сможет уже полностью сейчас озвучить свою позицию. Потому что под вопросом и сама, например, Ангела Меркель, да, у нее выборят меньше, чем через год. И это последняя интрига. Ей сейчас нелегко в этом случае, да? Да, потому что, с одной стороны, позиция Германии в том, чтобы была всеобщая бюджетная дисциплина, в том, чтобы каждый четко у нее соответствует за те расходы, которые он изначально запланировал, которые оплачиваются из совокупных фондов или вот МВФ, или там вот Еврогруппы. И, безусловно, что должны быть какие-то штрафные санкции. Но здесь все это сразу внутри же самой Германии наталкивается, с одной стороны, на довольно жесткую оппозицию, как мы уже видели. И там есть и политический, конечно, момент в этом, просто в виде борьбы за власть. И, конечно, момент экономический, потому что, собственно говоря, евроскептицизм, все говорят о Голландии, о Финляндии, но в Германии он тоже есть, и тоже очень существенный. Потому что усыновлять греков, это не самое, наверное, приятное занятие, да, тем более для немцев, или для восточных немцев, например. И вот, к сожалению, сейчас мы видим, что застопорен, в общем-то, механизм принятия ЕСМ, да, ратификация ЕСМ со стороны Германии. Собственно, это ставит под вопрос вообще функционирования всего механизма. Это не страшно для европейского рынка госдолга, потому что, в принципе, на Евросамите было принято решение, что до тех пор, пока ЕСМ не вступил в силу, все делается через ЕФСФ. Дальше они действуют вообще совместно. То есть, с точки зрения того, найдут деньги, дадут, не дадут, это не определяется, грубо говоря, временем ввода ЕСМ, да. Но, с другой стороны, это указывает нам на то, что тот скептицизм относительно механизмов, да, относительно методов, которые сейчас применяются для спасения, растет в ведущих экономиках. Соответственно, риски того, что, если, например, Франция пойдет, вернее, не пойдет по пути жесткого урезания, да, а пойдет, например, по пути смягчений, мы действительно можем, с одной стороны, увидеть приход к власти, кстати говоря, уже очень в Голландии, хороших евроскептиков, настоящих, да. Потом мы можем увидеть это в 13-м году в Германии. Проблема вся в том, что после выборов в Штатах и в Германии на протяжении трех лет, там, до английских выборов, да, даже больше, в общем-то, реально больше, если говорить о крупных экономиках, у власти-предержащих будут развязаны руки. У них не будет никаких выборов, не будет, не надо будет готовиться, там, к скорому смену кресел, да, поэтому там мы можем увидеть любые совершенно регуляторные шаги, которые будут определяться, скорее, не экономическими, а, может быть, даже во многом политическими предстрастиями тех, кто к власти придет. И это будет зависеть от состава правительства. То есть мы можем увидеть, скажем, попытку разрешения, скажем, долгового кризиса путем инфляции, да, проинфляционный путь, можем увидеть путь, например, выхода из еврозоны, и многие говорят, что для Германии это невыгодно, потому что она, она получит очень крепкую марку, это не проблема, если у вас есть печатный станок. То есть ты говоришь о выходе Германии из еврозоны? Нет, я не, я говорю, что если, если к власти приходят евроскептики в Германии тоже, вероятность, конечно, низка, потому что Германия собственными руками разрушит еврозону, она и не для этого создавала, да, потому что 10 лет наслаждения, там, экспортом в соседние страны, это мало, чтобы сейчас всем этим пожертвовать. Но, тем не менее, вот с точки зрения регуляторных мер, с точки зрения каких-то ультимативных форм, да, предоставления финансовой помощи, мы можем увидеть радикализацию ситуации в Европе, мы можем увидеть ее разделение, например, на два лагеря. Дальше это сразу же, ведь проблема вся в чем, сразу же встает вопрос о том, как будут реагировать крупные кредитные организации, потому что, естественно, что держатели государственного долга, финансовые институты крупные, завязаны на это напрямую, завязаны либо на свапы на ставки, либо на свапы на валюту. Да, ставки это непосредственно то, что будет реагировать, безусловно, и на рынок госдолга. И здесь вообще мы сразу в гораздо больше сложную, в гораздо более сложную часть уходим, это, например, конкуренция США и Германии за дешевую ставку. Потому что если мы посмотрим, там, истории за последние лет 15-20, там это постоянное устойчивое снижение процентных ставок, там, с 15, с 13, по штатам, да, до 1,2, 1,4 по десятилеткам, если смотреть. Вот сейчас начни эта ставка расти, при тех дефицитах, которые есть, например, в США, это станет неподъемным грузом. Основные объемы платежей приходятся на ближайшие, там, 5-6 лет, вот, по государственным долгам. То есть, если сейчас, на самом деле, вот, успеют потянуть, и не только для Европы это актуально, для Штатов это не менее актуально. Если они сумеют протянуть, там, ближайшие, где-то, 5 лет, и перенесли, рефинансировать длинными бумагами свой долг, там, на, за 30-й год, по платежам, да, все, в общем-то, проблема локально будет решена. Дальше, если у вас еще при этом будет большой объем ликвидности, то мы увидим, не знаю, и 4 тысячи по РТС, и 6 тысяч по РТС. Другое дело, какие это будут пункции, да, какие это будут рубли, например. Какие это будут деньги, да, да. Я понял, смотрите, вот, учитывая то, что мы сейчас и о денежном рынке, и о деньгах заговорили, мне почему-то сейчас вдруг очень взволновала судьба Евро. Вообще, можно говорить, Саш, можно говорить, Дим, о том, что Евро при каком-то сценарии просто исчезает с планеты Земля? Сценариев-то, конечно, много, но просто я не рассматриваю их как рабочие. Конечно, сценариев-то, вот, пожалуйста, приход радикальных евроскепских, да, в трех хотя бы главных экономиках еврозоны, они, хотя бы даже в Германии, она выставляет ультимативные условия по своему участию в ЕСМ и ФСФ, и, соответственно, там жесткая ультимативная позиция, например, Италии, Испании, которая подключается еще и Греция с удовольствием, и там, Португалия. Ну, все, вот вам и, пожалуйста, после этого следует, например, ах, так, ну, пожалуйста. Ну, то есть, это, да, развод, девичья фамилия, ну, а Евро-то, он, может, все-таки где-то останется, но Германия ведет не будет. Ну, не будет особо смысла, не будет, можно назвать его Евро, но, понимаете, это такая вот, как бы, а что бы, если бы, но, я думаю, что это очень мало вероятность. Мне кажется, это вот евро, исчезание евро, оно из разряда, так скажем, банкротства США, блядь, с перспективы. Ну, грубо говоря, да, это вероятный фактор, да, если посмотреть на балансы, на дефициты, темпы роста ВВП, да, конечно, уже давно пора банкротить. А реально-то этого не будет сейчас, конечно. Монетарная власть и политики сделают все, чтобы этого избежать. Это как вот с Грецией, я сначала тоже был убежден, там, вот, мнение, там, СМИ, там, постоянно меня давило о том, что нет, Греция, все, не жилец Еврозоне, вот, оно скоро уже выйдет, буквально с месяца на месяц уже, буквально, вот, чуть ли не в эти выходные объявят греки, там, а мы, да нет, я потом понял, почитал, посмотрел статистику, сколько денег в Греции завязано, сколько потеряет Германия, сколько потеряет Франция, если вот этот весь клубок начнет из-за Греции разматываться в обратную сторону. А теперь, что там завязано еще? Да, вот, не мало. Поэтому там лучше, проще, это как чемодан без ручки, знаешь, выпустить жалко, а нести тяжело. Ну, корюшки приделываются. Да, ну, тем не менее, да, просто придется. Ну, 3% от вот этого вот ВВП Еврозоны, который приходится на Грецию, лучше пожертвовать ими и действительно тянуть их до последнего, чем опустить все на самотек, развалить, потому что это тогда будет такой коллапс, что там не 3%, да, там вся экономика в Еврозоне там минус 10 покажет. Конечно. Проблема-то еще ведь в том, что через производные к 3% ВВП Еврозоны привязано, может быть, там 10-15% банковских активов. И мы этого не знаем, потому что, в общем-то, вещи это вне биржевых свопы, да, есть ли они, нет их, вот, собственно говоря. Только банки об этом знают. Да, по Соединенным Штатам, вот, МФ Глобал, да, это, в общем-то, компания, мягко говоря, не маленькая, это агент ФРС, это вроде бы структура, имеющая доступ, прямой доступ к дешевейшей, к бесплатной ликвидности, аудированная теми же, кто аудирует, по-моему, Goldman Sachs, да. И все было нормально. Потом вдруг раз, а ее нет. Дальше можно уже говорить, да, что, почему, как, конкретный случай разбирать. Как говорится, конкретный кейс, это хорошо, но на самом деле кейс в том, что кто бы ни был аудитором и кем бы ни был, там, значит, аудируемый, да, все может исчезнуть. Дим, извини, пожалуйста, вообще кейс наполнил, это хорошо, давайте поговорим о этом через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», я Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о ситуациях, ну не простой ситуации, на мировых финансовых площадках. В гостях у меня уважаемые гости Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспект и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институционной группы «Универкапитал». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон 6510-996, вы можете позвонить, задать свой вопрос или свой же вопрос опубликовать на сайте финам.ФМ. Сегодня, еще раз повторю, мы обсуждаем вещи достаточно интересные и глобальные. Ну, по крайней мере, я начну, точнее продолжу разговор о том, что меня только что, уважаемые гости, успокоили, евро не исчезнет с лица земли. Это вопрос не праздный, я хочу сказать, потому что чуть позже, я надеюсь, мы поговорим уже о ситуации на отечественных рынках. И в частности, мне бы хотелось застроить сегодня тему рубля и его отношений к доллару и к евро. Отношений рубля к этим валютам. У них же есть отношения, в конце концов. Но, Дим, я тебя прервал. Перед новостями ты рассказывал о кейсе что-то. Да, ну, собственно говоря, кейс-то мы уже разобрали, что да, случится может все что угодно. Стоит ли на это закладываться с точки зрения ограничения собственных рисков, например, если мы к торговле переходим, или к распределению собственных сбережений по вкладам или по каким-то другим инструментам. Да, конечно, да. А ставить на такие сценарии, как на основные, это все равно, что торговать там крайними опционами дальними, да. Это, может быть, повезет, но статистически вряд ли на этом можно будет заработать, потерять вероятность больше. Я понял. Ну, хорошо, значит, глобальный кризис, да, вот такой вот страшная вещь нам не грозит. Но, тем не менее, что будет с евро? Ну, давайте сначала на Форексе, что будет в глобальном смысле с евро. Она не исчезнет, как валюта с лица земли, но ее курс, наверняка, будет меняться под воздействием эскалации конфликтов. Конфликты, говорю. Кризиса, извините. Саша, может быть, и конфликт. Может быть, и конфликт. Нет, ну, я просто небольшой, так скажем, мастер давать среднесрочные прогнозы, но, по крайней мере, ну, куда-то там наледели, еще там куда не шло, но... Я даже не о прогнозах говорю, в принципе, что дешеветь будет, дорожать против доллара. Думаю, что минимум мы еще не увидели по евробаксу. То есть, нынешний 1.22, это еще не все? Ну, да, 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 1.15, вот это примерно так. Я думаю, 1.15, 1.17, я думаю, что мы увидим. Вот, наверное, может быть, даже в августе. Ну, да, я думаю, что, собственно, если мы увидим, то увидим в августе, да. Я бы с этим согласился. Серьезно? В принципе, да, потому что... Ну, осталось-то немного, я вам хочу сказать. Да, да, да. Движение все-таки на почти тысячу пунктов. В принципе, ситуация какая там. Со стороны ЕЦБ вероятность каких-то новых стимулов, на мой взгляд, она все равно низкая. Но она больше, чем... Их почти нет уже. Да, но она больше, чем со стороны ФРС. Поэтому, в принципе, возможность вот спуска для Евро сохраняется. Там 1.15, я не знаю, не уверен. Честно говоря, может быть, для меня низшим уровнем, вот, видится 1.18 на ближайшее время. Может быть, мы даже... Ну, это минимум 10-го года там. Ну, да, 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 совершенно верно. Скорее, даже 1.20, 1.195. Вот это... Дима, Дима, смотри, у нас есть звонок от слушательницы по имени Светлана. Давайте ответим на ее вопрос. Светлана, добрый вечер. Вы в эфире спрашиваете. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует такой вопрос. А почему наше правительство постоянно производит какие-то манипуляции с валютой? Я так понимаю, что наш рубль, он обеспечен золотом. А валюта Америки, например, она, в принципе, немножко раздута. А зачем вкладывать очень много денег и спекулировать на рынке для того, чтобы поддерживать какой-то курс? Вот я вот этого никак до сих пор не могу понять. Хотя вроде учился в институте финансовом. Ничего страшного, Светлана. Все мы где-то учились. Спасибо за вопрос. Сейчас мы пытаемся ответить на него. Кто первый? Золото, наверное, черное имелось в виду, да? Черное золото. Черный нал. Черного золота. Я думаю, что девушка имел в виду золото валютной резервы. А, золото это нефть имеющийся черный золото. Ну да, да. Естественно, а вы что подумали? Я не знаю черный золото. Конечно, нет. Ну, а сколько там, 500 миллиардов? Я думаю, да, 500 миллиардов. То есть, грубо говоря, мы сможем, даже если все рухнет, то где-то полтора года нас еще смогут эти деньги слегка поддержать. Я думаю, как бы я не очень понял вопрос, для чего ЦБ выходит на валютный рынок или что? Манипуляции на внутреннем рынке имеется в виду, почему? Девушка спрашивает, наверное, так. Если у нас есть золото валютной резервы, почему вот за последние, условно говоря, полтора месяца мы увидели сильные пертурбации на внутреннем валютном рынке? Почему там курс доллара был 29, потом скакнул 32, потом он 34, потом опять на 32? Вот почему это? Я думаю, что в этом случае как раз и именно потому, что у нас правительство и не проводит никаких манипуляций. Именно поэтому настолько резкие движения мы и видели. И именно поэтому, когда, в общем-то, игроки увидели, что и люди уже готовы, уже готовы доллары покупать, бежать на хаях, да, как обычно бывает. На максимумах. Да, на максимумах. И главное, что ЦБ уже собирается выходить. И, собственно говоря, там не дошли до верхней границы коридора, буквально там порядка 30 копеек. Ну, практически не оперлись. Да, ЦБ немножко начал заходить, немножко начал заходить на рынок. Пратить те самые золотовалютные. Да, те самые ЗВР. И тут уж, собственно говоря, мы видели, что откат был стремительный обратно. Поэтому как раз-таки правительство или ЦБ, что, в общем-то, разные вещи у нас и везде, как раз не манипулирует на сегодня. И, грубо говоря, инфляция является более важным таким индикатором или целью, да, то есть контроль над инфляцией, это более важная цель, чем контроль над валютным курсом. Тем более, что выборы прошли. Поэтому это не так остро воспринимается. Ну, и главное, что это не является, на самом деле, чем-то критичным. С точки зрения продовольственной инфляции, наверное, по импорту, да, наверное, это важно. С точки зрения, там, наполнения бюджета, так это наоборот, наверное. Это даже лучше, конечно. Было бы даже неплохо. Я думаю, что тут еще вот вторая сторона вопроса, это в том, что стоит посмотреть, какой диапазон бивалютной корзины, границы изменения бивалютной корзины, нам сейчас предложил наш ЦБ. Там, по-моему, 38-15, да, и внизу 31-15. То есть, действительно, широкий диапазон. Поэтому, по сути своей, почему вот такой широкий диапазон? ЦБ приучает население о том, что внутренний, то есть, он ведет политику на свободную конвертацию российского рубля в обозримой перспективе, поэтому население приучает к тому, что вот такие резкие движения, когда там 32, 33, 34, потом 32. Возможно, потом мы увидим, может быть, там, в середине года еще там 31 и 29, ближе к концу года. Ну, это нормально, с этим можно жить, и, ну, к сожалению, какой-то бизнес от этого страдает. У кого там какие-то валютные риски зашиты на курс образования, но, тем не менее, вот данность... Там, скорее, даже сезонные, наверное, колебания могут больше дать негативный эффект. Просто в тот момент, когда курс российского рубля вот как раз устремился по отношению к доллару от минутки 34, мы видели на внешних валютных рынках одновременно сильное ослабление... Сильное ослабление? Ослабление курса единой европейской валюты против доллара, то есть доллар креп, и плюс к этому параллельно мы видели очень серьезное резкое движение в ценах низ по нефти. То есть там с котировок 110 на 100, на ниже 100 мы упали буквально за неделю. Вот, и это все как раз наложилось на внутренний валютный рынок. Кроме того, ну, посмотрите на Европу. Евро был 1,65, потом был 1,18, никто не кричал, что... Ну, может, и кричали, может быть, да, но в принципе... Не, ну, кричали, но это было вот так же на уровне, ах, что происходит. На самом деле, в резкой динамике валютных курсов нет ничего страшного, если за этим не стоит коллапс реального сектора. Ну, или банковского сектора. И если позволишь, я бы предложил, что за изменение валютных курсов, точнее, изменение валютных курсов, да, это нормальный процесс, естественный процесс. То, что на самом деле у нас какое-то время назад, да, рубль мертвый был привязан к чему-то, вот это неестественно, Светлана, вот мы сейчас к вам обращаемся. А то, что происходит сейчас, и даже в последние события майские, да, показали, что ЦБ проводит более гибкую политику, собственно, да, в курс образования, это нормально. Значит, мы на пути с вами к светлой будущей, Света. Вот это, мне кажется, самое главное. Спасибо, уважаемые коллеги, давайте мы вернемся к отечественному рынку. Вот пока была пауза на новости, вы предлагали забавные, я бы сказал, экзотические инструменты какие-то сейчас, нет? Нет. Нет, не предлагаю, хорошо, не предлагаю. Предложите обычные. В шутку. В шутку. Предложите обычные тогда. На что посмотреть сейчас бедному инвестору, ну, бедному в кавычках, конечно, да, бедному в том плане, что он сейчас такой инвестор-спекулянт, он неудел, он смотрит на рынок, ну, и, собственно, мы с этого начали сегодняшний разговор, рынок абсолютно индифферентный, да, спекулянт говорит, ой, боже мой, где же денег-то заработать, где заработать денег, Дима? Заработать денег. Заработать денег сейчас можно двумя способами. Либо, если пытаться что-то делать внутри дня, но это, в общем-то, не самый хороший способ. Хотя на сегодня опять же... Не эффективный, да? Ну, да, мягко говоря, по затрачиваемым усилиям, по посаженному зрению, это не очень хороший вариант. Если это не робота вас торгует, конечно. Но, наверное, сегодня не такая уж плохая ситуация, просто потому что вот этот боковой диапазон, в котором мы находимся, в общем-то, оставляет сравнительно такие безопасности. Спасные возможности для заработка. Хотя, естественно, что в любой момент... То есть именно для заработка в диапазоне? В диапазоне, да, такая спокойная диапазонная торговля. При этом не надо там искать что-то какой-то радикально упавшее или радикально гуляющее. В принципе, дни бывают, когда и ВТБ, и Сбербанк показывают там полтора-два процента, это более чем достаточно. Причем несколько раз в день, да? Ты понимаешь, в чем дело? Ну, это вот он покажет от минимума до максимума. Или там... А где, да, где войти? Точка входа, точка выхода. Но ты же, когда все падает, снижается, вот, допустим, условно говоря, сегодня, да? Ну, немножко страшно, да? Вот когда мы отколкнулись одна, вроде начинает уже... Ты уже схватил там какой-то там 0,3% рост, и именно... И сбрасываешь, например. Нет, да. Он сбросил. Вот именно поэтому дэйтрейдинг и плов. Конечно, конечно. Поэтому лучше уж, если среднесрочно как-то подходить, все-таки, исходя из более-менее благоприятного сценария. Вот что у нас упало? Металлургия сильно упала. Электроэнергетика. Ну, вот активно призывали покупать спекулянтов, которые любят внутри дня. В электроэнергетике засела. А сколько умерла еще? И иногда плохого умерла. Почему? Ну, умерла это... Они еще живы. Они живы. Сленг, сленг. Сколько позиций умерло в электроэнергетике, да? Вот для тех, кто хочет как-то так вот поспекулировать, вот ФСК прекрасная тема. Холдинг и морская прекрасная тема. Прямо по текущим? Для спекулянта можно и по текущим. Там, положим, НЛМК, пожалуйста. У меня НЛМК лежит в портфеле. Долго-долго, да? Уже давно уже лежит. Это лучше дивидендное тогда что-то. Типа ТНК, ВП привилегированное купили. Вот скоро, может быть, промежуточные дивиденды будут. Вот хорошие идеи. Может быть, будут. Я от второго шелона уже зарелся как-то. Вот пока будут они потихонечку выходить из минуса, я буду их потихонечку отдавать. Возвратить. Да, но вот я... Куда в основном... Где у нас спекуляции? В основном в голубых фишках. Сбербанк. Да, Сбербанк, ВТБ, там Лукойл, Роснефть, Газпром. Вот все практически. Или еще что-то фьючерсы на эти же бумаги. Фьючерсы... Фьючерсы на Сбер и фьючерсы на Индекс. Я вот все-таки, когда можно... Условно говоря, я промахнулся с ценой, акции Сбербанк купил, они упали на 7%. Я их перетерплю. В акции их перетерплюешь. Да, а вот на через экспирацию проводить упавшие... Конечно. Ну, опять же, это все зависит от того, кто спрашивает, да, кто будет так зарабатывать. Если человек там постоянно за монитором сидит, то он фьючерсом может торговать. Если я купил и ушел на неделю, какие фьючерсы? О чем? Ну, да. Ну, другими словами, среднесрочно, да, вы рекомендуете... Можно подбирать упавшие. Да, и по текущему, собственно, вполне приемлемые цены, да, ну, на срок до конца года, как минимум, если мы... К тому же говорили сегодня, да, внешний фактор может создать предрождественское или предвыборное ралли. Естественно, это ралли отразится и на отечественных площадках, и на сырьевых, и то есть мы имеем возможность... По сырью есть еще одна возможность, в принципе, для роста, опять-таки, это вот китайский фактор, да. Вот, может быть, он сыграет, может быть, нет. На самом деле, не факт, что там будет какой-то сильный, с этой стороны, позитив, потому что рассчитывать на резкий рост цен, например, Благодаря китайским действиям, наверное, не очень было бы правильным, потому что объемы не падали. Тим, спасибо, давай о Китае через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, я сразу же хочу вам сообщить и еще раз повторить телефон в студию 6510-99,6, чтобы вы могли позвонить и задать вопрос моим сегодняшним гостям. Это Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспект, и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институтной группы Универкапитал. Либо вопрос свой можете опубликовать на сайте finam.fm. Вопрос, для того, чтобы задать, осталось не так много времени, а вопросы эти важные. Мы сегодня обсуждаем ситуацию на финансовых рынках, ну и я бы чуть позже задал, или предложил тему все-таки, да, некого сохранения имеющегося капитала, ну, как минимум, у наших с вами сограждан. Есть вопрос, пришедший на сайт, и вот, собственно, пока были новости, мы обсуждали. Так, за эфиром, что называется, рынок облигаций. Вот, как раз Руслан задает вопрос, ну, я думаю, что он не слышал наш разговор, но вот, я так понимаю, в спектре обсуждения, где сейчас можно заработать, а заработать, как оказалось, сейчас не так просто. Вот он спрашивает, а как насчет облигаций? Дима. Совершенно верно, с точки зрения облигаций, особенно если мы говорим о сохранении, да, о небольшом приросте, надо инфляции или в районе инфляции, может быть официальной, может быть реальной. Как раз облигации сейчас довольно-таки интересны. Почему облигации? Есть облигации, скажем, квази-государственных имитентов, типа российские железные дороги, типа федеральной сетевая компания, где довольно... Корпоративная облигация. Да, это корпоративная облигация, но это, так сказать, компания с госучастием, и причем, что характерно, среди них есть, например, такие бумаги, которые торгуются ниже номинала. Да, что... Чем это интересно для такого человека, который не хочет торговать часто, не хочет следить за позицией? Это означает, что может четко посчитать, скажем, собственную доходность к погашению, да, ну, либо к оферте, либо к погашению, и это довольно-таки комфортный уровень, если он там не имеет никаких плечевых позиций маржинальных, это довольно комфортно для него просто. Купил и держи, и ты... Если у тебя доходность устраивает, пожалуйста. Какая доходность? То есть, но при этом не хочу раскидывать там по 100 банкам, там, из, там, четвертой сотни, чтобы иметь гарантию АСВ. Вот, это тот инструмент, который позволяет иметь, так сказать, абсолютную уверенность, что ничего никуда не исчезнет, иметь, в общем-то, абсолютную ликвидность, пришел, перегнал, деньги получил их обратно. Если использовать плечо, репо, да, через репо, то, естественно, там уже доходности могут быть совершенно другие. То есть, это в районе 12%, 14%. Это уже зависит от величины плеча, но это соответствующие риски в случае просмотра. Но нельзя забывать о налогах. И нельзя забывать о налогах, конечно. В депозитах. Да, одно дело депозит, а другое дело 13% с прибылью. Ну, то есть, в данном случае, вот я сейчас слежу за вашим диалогом, в данном случае мы рассматриваем, да, два, ну, таких классических варианта, да, инструмент сохранения капитала. Это, а, банковские депозиты, б, это облигации. Вот смотрите, Олег, я тут как-то из своих семинаров, выступлений готовил картинку, где мы сейчас находимся по индексу МВБ. И просто-напросто наложил на индекс МВБ, мы сейчас находимся примерно там, условно говоря, если вот там 1300 пунктов по индексу МВБ, это примерно уровень 2006 года. Шестого. До кризисного, да? При этом, что интересно, вот относительно текущих уровней, вот если брать 2006 и текущий уровень, да, у нас максимум был не так высоко, а минимум был ниже. То есть, нам есть куда падать и меньше роста. Если мы к 2006 году вложили бы, условно говоря, в корзину акций деньги, 100 тысяч рублей, то в текущий момент, ну, у нас там прирост какой-то был бы, да? Ну, дивиденды. Да, дивиденды тут накапывали. Да, если бы мы то же самое сделали бы с депозитом в банках, каждый год рефинансируя на годовой депозит, положили бы, то мы сейчас, в текущий момент, у нас была бы сумма на счет удвоилась. То есть, если бы мы привязываемся к индексу МВБ, у нас сейчас значение индекса должно быть 2680 пунктов, а не 1400. Вывод, Саш, какой вывод? Вывод такой, что зарабатывать на рынке сейчас сложно. Многие профессионалы не могут ничего с ним сделать. Перетряхивают портфели инвестора крупные крайне мало. И вот возможностей для быстрого заработка, ну, вот очень мало, и они такие достаточно, ну, вот сложные. Поэтому я думаю, что частным инвесторам, неискушенным, с учетом того, что фондовый рынок сейчас не растет, заводить сюда деньги не стоит. Вот, это позиция, Дима. Согласен? Хотя, если бы я был активным, зазывал, я бы сказал, смотрите, мы ниже уровня 2006 года. По справедливой цене мы должны стоить 2600, а стоим 1400. Можно потом сказать, смотрите, какой у нас потенциал роста. После 2006 года что было? Да, смотрите. То есть, я согласен, что сейчас надо быть очень консервативным. Держать в голове то, что можно вырасти вон куда, как высоко. Да, это безусловно надо иметь в виду. Но с Александром я согласен здесь на 100% надо быть, прежде всего, честным перед людьми и, в общем-то, самими собой. Главное еще самими собой. Потому что, если мы посмотрим, например, на американский индекс, да, Доу Джонс, например, с конца 50-х до середины 80-х был такой боковой, сильно волатильный тренд, да, с серьезными изменениями внутри года, там, были, там, циклы за несколько лет. Но с учетом инфляции индекс падал вот за все это время. В среднем это был нисходящий тренд с поправкой на инфляцию. Есть риски того, что мы можем опять оказаться в этом же, только на новом уже витке, да. Вот если посмотреть на американский индекс, там то же самое. С 2000 года он никуда не вырос. Более того, он, если смотреть на S&P, да, он не вырос и в 2008-м не поднимался выше уровня 2000-го года, да, кризиса доткомов. Значит ли это, что нельзя на нем, скажем, заработать? На отдельных бумагах, безусловно, можно. На индексе сложнее, да, уже сложнее. Если вы занимаетесь активными спекуляциями, тут вообще, наверное, уходит на второй план тема фондового рынка и начинается тема, потому что Форекс то же самое, да. Если посмотреть на Форекс, то это просто в какой-то степени это фондовый рынок, но с другим мат-ожиданием, да, и плюс еще гораздо быстрее получается итоговый результат. Ну и там 95% человек проигрывает. А фондовый рынок это несколько другой, да, если вы не используете кредиты, можете сидеть там. Упала Роснефть в два раза, потом выросла в три раза. Рано или поздно вырастет. Рано или поздно вырастет, да. Но, безусловно, заносить всегда все деньги на фондовый рынок, да еще там работать с плечами, любители есть, мы это никогда не рекомендуем. Именно поэтому, кстати говоря, вот облигационные продукты сейчас и начинают пользоваться большей популярностью, потому что, с одной стороны, там и доход можно получить очень неплохой. Именно не доходность, а доход. Они же тоже двигаются. Если посмотреть на, скажем, американские 30-летки, там доходность меняется 1,5, там 1,6, да. Но вот это колебание, это несколько процентов в цене. На безрисковом инструменте за несколько дней несколько процентов, да. Это нормально. Вот что-то такое. Я, прошу прощения, смотрите, Руслан, я так понимаю, послушал ответ на свой вопрос и еще один присылал. Если использовать фьючерсы на облигации ОФЗ... Ну, фьючерсы на ОФЗ, да. И какие риски, он спрашивает при покупке фьючерса? Вы знаете, честно вам сказать, мне понравился этот инструмент, который запустило МВБ в апреле, по-моему. Инструмент потенциально очень интересный и сравнительно низкий, то есть очень низкое ГО, гарантийное обеспечение. И любопытен сам механизм. В общем-то, это и есть то же самое РИПО, по сути, да, РИПО на ОФЗ. По идее, опять же, инструмент, ну, такой квази-безрисковый, да. Мало вероятно, чтобы ставка ОФЗ, доходность ОФЗ опустилась ниже ставки РИПО. Ну, в какие-то моменты теоретически, наверное, это возможно, да. Практически, исходя из истории, такого, насколько я помню, не было, да. Соответственно, теоретически можно и зарабатывать очень неплохо там. Но практически, надо учитывать, что это фьючерс, есть специфика работы с такими контрактами, есть то же самое экспирация. Горантийное обеспечение, да, вот это. Тот, кто умеет это делать, безусловно, может это делать. Люди, которые на этом торгуют, да, я знаю, видел, встречал сам. На этом инструменте я не работаю. Не знаю, что не советую, просто, честно говоря, лично нет времени, да, потому что есть другие продукты. Но инструмент интересен и как хеджевый, да, и как спекулятивный. Надо иметь в виду, что эти фьючерсы есть разные, на двухлетние, четырехлетние, шестилетние, да. Естественно, что это приводит и к совершенно разной динамике в ценах, да. При этом корзина этих облигаций ОФЗ тоже меняется, поэтому при, скажем, переходе от одного фьючерса по экспирации к другому, у вас по цене может фиксироваться, например, убыток, да, хотя в доходности расчетной у вас не будет убытка. То есть это некая такая специфика, которую нужно сначала понять целиком, а потом уже начинать работать. Инструмент интересный, безусловно, им желательно уметь пользоваться, конечно. Ну, то есть я правильно понимаю, да, когда мы говорим о рисках, да, фьючерсов на ОФЗ, то есть риски непосредственно самого инструмента под названием облигации, они практически отсутствуют, а есть риск, связанный с спецификой контракта. Спецификой контракта, конечно. Вот надо просто... С очень низким гарантийным обеспечением. То есть вы, условно говоря, можете взять там 30-е плечо. Да, да. То есть это уже такая квази-форекс, да, какой-то. Ну, понятно. То есть это надо иметь в виду. Поэтому желательно с 30-м плечом не быть. Это не квази-форекс, у форекс 100-е плечо, я тебя понимаю. Ну, да, где-то и 200-е, я видел 500-е даже. Не, ну, о стандартных вещах. Ну, да, да. 500-е плечо, конечно. Ну, понятно, да, Руслан, нас слышит, то есть риски все связаны с спецификацией самого инструмента под названием фьючерс, поэтому нужно изучить, и я думаю, все получится. Еще один вопрос, Андрей. Ваш прогноз по евро... Я прошу прощения, да, друзья, Саша, Дима? Ваш прогноз по евро, если можно, спрашивает... Цифру, господа, хватит там разглагольствовать. Мы, на самом деле же, с точки зрения Форекса озвучивали, да, и, я так понимаю, сошлись во мнении, что ближайшие движения в район, там, 18... 195. Вполне возможно, да. А если говорить о ситуации в рубле, ну, я не привязывал за его к евро, вот если говорить о ситуации в рубле, ну, давайте в паре доллар-рубля, ну, вообще в рубле, то краткосрочно опять что мы можем увидеть, Саша? Да, времени мало уже остаётся, да? Ну, минутка есть ещё. Ну, ладно. Не готов говорить, потому что я считаю, что мы сейчас входим в сезон, в фазу низких цен на сырьё, поэтому не думаю, чтобы сильно наш рубль был бы... Удерживал бы сильные позиции, поэтому не берусь говорить, где он будет. Ближе к концу года, но я думаю, что 34 ещё раз мы увидим, ну, в ближайшие, там, месяцы. Дим, согласен? А внизу? Риски, да, риски 34, вернее, 33,5-34, да, я вижу, как раз-таки, это конец августа, начало сентября. Ну, а укрепиться максимум, да? Я думаю, в принципе, 30,9-31,2, вот этот район, он, в принципе, выглядит вполне... 31-34, вот такой диапазон. Вполне реально, да, вполне реально. Огромное спасибо, собственно, время заканчивается, я напоминаю, у меня в гостях был Александр Потавин и Дмитрий Александров, это, собственно, ведущие аналитики, уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, Олег Дмитриев, сухой остаток, успехов на рынке, счастливо.